Новая выставка в Щелковском музее. И да, она впервые после долгого периода изоляции проходит в открытом формате, со зрителями, выступлениями, гостей, музыкальным подарком от солистов казачьего ансамбля «Кладезь». А представлена в стенах музея в этот раз традиционная глиняная игрушка. Часть коллекции Елены и Сергея Калевцовых, наших соседей из Королёва, которые посвятили жизнь собиранию того, что является визитной карточкой многих больших и малых селений и городов. Я знаю, что очень многие города России наши замечательные, когда те, которые брендом этого города, становятся именно глиняная игрушка. Я благодарю вас за то, что вы откликнули своим сердцем и стали собирать. Приятно, конечно, в зале видеть двух взрослых детятей, да, еще полтора десятка еще детятей, которые посвятили энное количество времени, да, начиная с 60-х годов, там у вас написано. Да, почти 40 лет, 40 лет собиранию детства, своего детства, нерастраченного, может быть, да. А мы, как детишки, также радуемся всему этому. Свои самые первые глиняные игрушки Елена нашла и купила в далеком 80-м году в Ташкенте, в Узбекистане. Оказалось не случайно. Сегодня коллекция насчитывает порядка полутора тысяч экземпляров и является одной из крупнейших в России. Ощутить силу традиций народных промыслов в полной мере можно на выставке. Многие какое-то время назад угасли, но потом силами мастеров-энтузиастов стали возрождаться, в том числе при поддержке государства. Всего промыслов глиняной игрушки в России более 30, точнее, не считали, признается Елена. В музее собрали 19 разных видов, отбирали самых ярких представителей каждого промысла. Игрушка Карачунская из Воронежской области или Петровская из Костромской. Знакомая каждому с детства Дымковская из Кировской или Болхарская из Дагестана. Вот знаменитая и древняя Филимоновская, лошадки, курочки, козочки, ярмарки, барыни. И тульская городская, начало 20 века. Кавалеры с дамами, даже монахи. Кажется, совсем не похожие друг на друга, а оказывается, земляки из одного географического региона Тульской области. Как это рождалось? Если приглядеться, да, сюжеты разные, но ведь есть очень многое в этой форме похожего, вытянутой формы. Почему? Потому что глина одинаковая, это одна географическая область. Это мягкая пластичная глина, которая при обжиге становится белой. За каждой игрушкой стоят путешествия, события, встречи, фестивали. Иногда работы сделаны на заказ, как, например, этот, представитель романовской игрушки из Липецкой области, паровоз «Свисток». Вот этот паровоз, это как раз исторический момент, видите, написано, поезд Липецк-Москва. То есть, когда появилась железная дорога, пошел первый поезд. И вот изобразили мастера глиняной игрушки этот исторический момент. И тоже, видите, свисток, вот, паровоз «Свистик». Среди глиняных игрушек, которые изначально рождались как сопутствующий продукт на гончарном производстве, есть такие, которые выглядят как настоящие произведения искусства. Не случайно во многих домах они раньше заменяли дорогой и не каждому доступный фарфор. Примите, даже не игрушки. Это такая народная скульптура. И эта коллекция то ли игрушки, то ли скульптуры очень удачно вписалась в ваше музейное пространство, подчеркивают Сергей и Елена. Отдельно, вот, Наталья Владимировна, хотелось бы отметить, что вот, как она это все расставила, это удивительно. То есть, нам самим интересно на них смотреть. Кроме того, что они дома так не живут, они живут как в коммунальной квартире. Вот, но нам интересно свои игрушки разглядывать. Для всех желающих познакомиться поближе, выставка будет работать до октября. Можно даже посетить организованную экскурсию. Ирина Микеда, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.